В5. Как называется элемент строения нейрулы животного, обозначенный на схеме буквой А? Вы видите на схеме нейрулу. Нейрула это стадия эмбрионального развития хордовых животных. Есть три стадии. Это бластула, гаструла и нейрула. И на стадии нейрулы пунктом А обозначена нервная пластинка. В этом задании вам необходимо записать словами. Правильный ответ. Нервная пластинка в именительном падеже пишется. Какие еще части изображены на рисунке? Пункт Г. Это наружный зародышевый листок эктодерма. Именно из эктодермы и образуется нервная пластинка. Пункт Б. Под нервной пластинкой находится хорда. Затем она у позвоночных животных заменяется на позвоночник. Хорда образуется из энтодермы. Это внутренний зародышевый листок. И пункт В. Это средний зародышевый листок мезодерма. Из мезодермы образуется большая часть внутренних органов. Далее. Для каждого примера мутационного изменения в хромосоме укажите вид мутации. Итак, вы видите на слайде таблицу, в которой есть три колонки. В первой колонке записаны исходные сочетания генов до мутации. Мы видим. Во второй колонке как выглядит последовательность генов уже после мутации. В третьей колонке вид мутации, который мы должны и установить. Пункт А. У нас изначально была последовательность А, Б, С, Д и Ф. До мутации, после мутации мы получаем последовательность А, Б, С, С, Д и Ф. Что произошло? Произошло удвоение гена С. Он был один, стало два. Такая мутация называется дупликация. Дупликация. И мы выбираем из третьей колонки вариант с дупликацией. Это будет 5. А, 5 ответ. Далее. Пункт Б. К, Л, М, Н и О. Это у нас А, Б, К, Л, М, Н и О. До мутации, после мутации К, Л, О, Н и М. Посмотрите внимательно, что произошло. То есть вы должны проанализировать и увидеть мутацию. У нас была последовательность М, Н, О, а стала О, Н, М. Инверсия. Такая мутация называется инверсией. Это поворот на 180 градусов. То есть вот этот участок, состоящий из трех генов, повернулся на 180 градусов. И произошла инверсия. Выбираем вариант с инверсией. Далее. В. Последовательность. В. Г. И после мутации у нас остается вот так. Что произошло? Выпал один ген. Г. Его нет в последовательности после мутации. Такая мутация называется делеция. Выпадение хромосомы, либо выпадение нуклеотида. Делеция. Пункт первый. И последняя последовательность. Пункт Г. Давайте я его сверху, может быть, напишу. Пункт Г. С, F, D, R, M. До мутации и после мутации. С, F, R, D и M. И смотрим, что же у нас произошло. У нас была последовательность. D, R, а стало R, D. Это такая же мутация, как и была в пункте B. Инверсия. Поворот на 180 градусов. Они поменялись местами. Видите, здесь в таких заданиях всегда обращайте внимание на пример. Под заданием вам всегда дается пример ответа. И там в примере есть подсказка. В примере будет написано, что некоторые пункты из третьей колонки 1, 2, 3, 4, 5, 6 могут использоваться несколько раз. То есть это не значит, что в этом задании все буквы А, Б, В, Г должны иметь разные цифры, сочетания. Может повторяться. На первом этапе РТ, на онлайн этапе, было даже трижды использовалась одна цифра. То есть три раза, три буквы были с одной и той же цифры. То есть это не запрещается, так может быть. Поэтому не ошибайтесь в таких заданиях. И на этом слайде вы видите ответ. И эти мутации рассмотрены. Вы их потом сможете посмотреть еще раз внимательно и повторить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok